Любовь втроём. США. Какие проблемы могут быть у человека, когда он живёт один? Один. И этим всё сказано. Где взять деньги на завтрак и кого разогреть на ужин? Всего ничего. Сын умел радоваться жизни. Так и делал. Он и в офис ходил не потому, чтобы заработать, а в нетерпении поскорее вывести очередную даму из дома. Так и норовят остаться, посмеивался он, когда заходил ко мне в гости по-соседски. У него всегда было хорошее настроение и море проектов. Например, купить домик в Доминиканской республике и снимать девчонок у шезлонга на песочном пляже под пальмами. «Прикинь, за 200 долларов можно хорошо жить месяц», — объяснял он. «А на американцев местные бабы бросаются не глядя штабелями. А чем там заниматься?» «Как чем удивлялся он?» «Купаться, пить пиво и заниматься любовью». «А в Нью-Йорке это делать нельзя?» «Я не понимал чего-то в этой жизни, как всегда». Сэм фыркал и крутил пальцем у виска. «Здесь же платить надо за всё, а там Люба и недорого». Собственно, его звали не Сэм, но в Америке все Семёны, Сэмы, для удобства. Он работал в какой-то конторе здесь же, в Групплине, что-то вроде брокера. Но не надрывался. А главное, деньги на удовольствие имел от перепродаж всего на свете. По зёрнышкам. Книг он не покупал, политикой не интересовался, истории не знал. Но что-то в газетах попадалось. По телевизору показывалось, выхватывалось, по радио между музыкой говорилось. Вполне достаточно для доброжелательного взгляда на жизнь, приправленного травкой, пивом, американским футболом и женщинами, истекающими мёдом и молоком. «Мне всего 35, — говорил он, — детский возраст. Работа есть, родной бар рядом, за комнату плачу сам, пока хватает. Поэтому жениться, чтобы обеспечивать жильё в складчину, нет необходимости. И проблемы мне не нужны, — взламывал он очередную банку Хайнекена, заскочив на огонёк всегда со своей вязанкой пива. В этом он был принципиален. Я пожимал плечами. От него верила непосредственностью и позитивом. Если не вступать в деловые отношения, иначе наверняка обманет. Американок коренных Сэм не жаловал. Американки частенько непритязательны. Можно, познакомившись, особо не напрягаться. Она себе, а ты себе. Двое в одной комнате, но каждый о своём. Только телевизор, музыка, травка там или пиво общие. В перерывах диван, кровать и даже стул. Можно на кухне или в машине для разнообразия. И никто друг другу не мешает. Но потом они любят куда-нибудь ходить обязательно. Сначала по улице, потом в бар или ресторанчик. Там и поесть, и поговорить. О той же еде восклицая. Сэма это не устраивало. Он не любил шастать. И зачем, когда рядом в квартале есть всё? Но больше всего и, пожалуй, единственное, что его всё-таки раздражало, так это необходимость с ними разговаривать. Понимая ещё до, не думал он, но после? О чём? Однажды он пропал на месяц или два. Затем позвонил и настойчиво пригласил зайти к нему в гости. Я нашёл своё, таинственно сбаритонил в трубку Сэн. Приходи, увидишь. Зацепил деньги на Доминикану, порадовался я. Ещё лучше. Женщина. Его квартира была обставлена вполне добротно и уютно. Вещами, которые американцы по четвергам выносили на улицу к дороге, чтобы выбросить. Фургоны, в том числе и русские, их забирали и выставляли у себя в магазинчиках подержанной мебели и вещей. Не антиквариат, конечно, но порой вполне прилично и недорого. Что надо, можно было и самому подобрать. Многие эмигранты и подбирали. Бесплатно – это для большинства и есть свобода. «Пиво будешь?» – с порога заехал Сэн. «Может, травки покурить для настроения?» – его колотило. «У меня свои сигареты, как обычно, – ощутился я. Так в чём дело?» «Ни в чём, а в ком. Неужели встретил её? Самую-самую?» «Не встретил, а купил?» Сэм сделал паузу. «Он любил меня учить западной жизни и, надо признать, действительно много знал, где и как что-нибудь приобрести или получить. Понимаешь, купил по интернету. Раньше и не задумывался, но потом сообразил, приснилось. Вот и не верь в пророчества. А верить надо. Короче, прислали сначала Марину, а потом Кэти». Он повернул кресло от телевизора к дивану, стоящему вдоль стены, и включил большой свет. Я ахнул. С двух сторон, откинувшись и широко расставив ноги, сидели две большие резиновые куклы. Одна в розовом платье и в шапочке с цветочками в стиле ретро, другая в красном нижнем белье и в таких же капроновых носочках. Обе, надо признать, стройненькие и сразинутыми, от удивления на всю эту жизнь, губастыми ртами. «Золотые рыбки так и продавались?» – спросил я, чтобы что-то сказать. «Дождёшься», – по-мужски заботливо поправил одну из них Сэм. «Одежду покупал специально, лично замерял. Люблю красное, оно меня возбуждает». «Ну, бычара!» «А то, ты не представляешь, какие я теперь здесь кориды устраиваю!» Сэм распурил косяк и затянулся. «А главное, всё молча. И никто не грузит, не шастает перед глазами и никуда не тянет идти. Пообщались, помылись и баньки. Ни расходов, ни нервных затрат. Ты знаешь, какое это, оказывается, удовольствие – подбирать подарки для женщины?» Мне нечего было ответить. «Я постоянно собирал, откладывая посылки и оказии, чтобы отправлять их далеко-далеко, за тысячу километров от Нью-Йорка. Но не мог видеть радости любимых, только представлял. Может, она придуманная и есть настоящая? Такая не разочарует? Я зависим от тех, кого люблю. И в этом моя свобода». Стало тоскливо. Зря позволил оторвать себя от работы. «Ты что, завидуешь?» – унюхал по-своему перепад настроения Сэм. «Брось! Давай я тебе адресок подкину с доставкой на дом. Какие проблемы?» И подсел к Марине, потрогав ее надутую через платье. Ему было хорошо на своей, хотя и съемной территории. Чувство дома – оно ведь очень личное для каждого. Словно женщина, которая и внутри, и вокруг, и повсюду. Даже если до нее не дотянуться, не разглядеть и не почувствовать под рукой. Как Бога. Потому он и называется любовью, чтобы люди не боялись жить, привыкая к одиночеству счастья, неминуемого, как потери. А Сэм уже весь светился, дрожая, взрастая. А чего? Умному достаточно. И отблеск настольной лампы подрагивал его в смачных зрачках и грелся, набухая, на щеке у Кэти. Холеный, пустоглазый и потому, наверное, дорогой. Дешевле не бывает. Редактор субтитров. Продолжение следует...